Владельцев Кокса проверяют на банкротство. Владельцев Кокса проверяют на банкротство. Евгений и Андрей Зубицкий привлечены к разбирательству вокруг сибирских ресурсов. Газета «Коммерсант» номер 69 от 18 апреля 2019 года. Строение 9. Совладелец кемеровского ПАЛа Кокс Евгений Зубицкий стал участником нового судебного разбирательства. На этот раз его вместе с братом, бывшим акционером компании Андреем Зубицким, требуют привлечь к субсидиарной ответственности по долгам структуры Кокса за осибирские ресурсы. Кредитор сибресурсов Кузбасс Промуголь считает, что компания была намеренно доведена до банкротства. Представители Кокса не согласны с этими выводами и требуют провести экспертизу финансовых потоков сибресурсов. Арбитражный суд Кемеровской области привлек в дело о банкротстве за осибирские ресурсы в качестве соответчиков Евгения и Андрея Зубицких, нынешнего и бывшего совладельца в ПАЛа Кокс. С таким заявлением в суд обратился кредитор сибресурсов, новосибирская компания Кузбасс Промуголь. Как пояснил ее представитель Игорь Синяков, компания также привлекла в качестве соответчиков членов совета директоров сибресурсов и управляющую компанию ПМХ, управляет активами Кокса. Всего в деле 28 ответчиков. Сумма субсидиарной ответственности – 309 миллионов рублей. Долг сибресурсов перед Кузбасс Промуглем – около 150 миллионов рублей. Это уже очередной судебный процесс для Евгения Зубицкого, который с прошлого года участвует в акционерном конфликте со своей невесткой Евгенией Казак. Ей принадлежит 16% Кокса. Твердый знак писал об очередном витке этого спора 1 марта. Заосибирские ресурсы полностью принадлежала Кокс Майнингу, дочерней компании ПАЛа Кокс, и была признана банкротом в 2014 году. Его кредиторская задолженность превышает 2,1 миллиарда рублей, из которых 85% приходится на Кокс и связанные с ним структуры. Евгений и Андрей Зубицкий являлись конечными бенефициарами сибирских ресурсов в предбанкротный период, заявил в суде Игорь Синяков. В конце 2018 года судебная экспертиза показала, что одной из причин банкротства сибресурсов стали действия Андрея Евгения Зубицких, само же банкротство было преднамеренным. Выявлено создание такой системы управления финансовыми потоками должника, при которой сибирские ресурсы выступали центром убытков, а его аффилированные лица – центром прибыли, сообщил твердый знак господин Синяков. Кредиторская задолженность сибресурсов образовалась в том числе путем получения займов от аффилированных лиц. Должник нес существенные расходы по обслуживанию заемных средств, следует из отчета эксперта. Добыча угля была приостановлена. Основной производственный актив должника – угледобывающий комплекс Tager. Продан Коксмайнингу за 523 миллиона рублей с этой сделкой должник утратил возможность вести подземную добычу угля при разработке пласта Лутугинский. Коксмайнинг не согласился с выводами эксперта и потребовал повторной судебной экспертизы, поскольку первая, по его оценке, была проведена с существенными нарушениями, неполным исследованием всех доказательств, что привело к необоснованным выводам, говорится в документах суда. На запрос «Твердый знак» представители компании не ответили. Конкурсный управляющий СИБ ресурсов Анатолий Раскин также не видит оснований для привлечения к субсидиарной ответственности Андрея Евгения Зубицких. «У нас нет доказательств того, что они реально принимали решения и совершали какие-либо действия, повлиявшие на состояние сибирских ресурсов. Предприятие всегда финансировалось со стороны и имело долги», — сказал твердый знак помощник конкурсного управляющего, адвокат Максим Безносов. По оценкам партнера юридической компании «Новка Павла и Керта», экспертное заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства само по себе не является основанием для привлечения к ответственности. Этот факт должен быть подтвержден судом. «Необходимо будет доказать, что именно бенефициары осуществляли или одобряли вывод активов», — говорит партнер юридической компании «Рустам Курмаев» и партнеры Дмитрий Клеточкин. «Кроме субсидиарной ответственности за преднамеренное банкротство возможна и уголовная». Статья 196 УК РФ, предусматривающая до шести лет лишения свободы, отмечает Павел Икерт. Оксана Павлова, Новосибирск.